Воскресенье Христово или Пасха отмечается в этом году 5 мая. Уже сегодня хозяйки пекут куличи и красят яйца, чтобы встретить праздник, как полагается. С Великим Днём в церковном календаре и в жизни всех православных христиан вас поздравляет настоятель Ленёвского храма Покрова Пресвятой Богородицы, Отец Сергий. Возлюбленные братья и сестры, Христос воскресе! Воистину воскресе! Вся Вселенная, весь мир, земная Церковь, Церковь Небесная, святые угодники и ангелы в день Пасхи Господней радуются, торжествуют, встречают этот день великим ликованием. Пасха Господня – это то, ради чего Господь пришёл в этот мир, ради чего жил, страдал, умер. Для того, чтобы воскресить, не только самому воскреснуть, но своим воскрешением, обновить весь род человеческий. Крестом и смертью Христос победил грех, победил зависимость от греха. Теперь у человека есть выбор – следовать за Христом или самому выбирать сторону греха. Светлое Христово Воскресение воспевается во всех православных храмах. И, как я сказал, ликоствует не только земная, но и Церковь Небесная. И каждый человек, который хоть немножко в душе имеет Бога, конечно же, этот день имеет на сердце радость. Радость, конечно же, в первую очередь, глубокую радость, я бы сказал, получают те, кто постился в Великий Пост, ожидал прихода этого праздника, кто в душе своей воспевал Господа и ожидал не только внешнее торжество этого праздника, крестный ход, освящение куличей, но самое главное – ожидал в душе своей и готовился к встрече с Христом в молитве, в богослужении и, в первую очередь, в таинстве причащения. Потому что нет больше радости, чем причастие честного тела и крови Господни, которую Господь установил на тайне вечери и в котором обожествляется человек. Именно само событие восстановления богосыновства произошло на кресте и в воскресении Христовом. И вот возможность получить это богосыновство мы имеем как раз-таки в таинстве причащения. Воскресение Христово не только один день празднуется. В церковном круге богослужебном есть понятие «до отдания Пасхи». Мы вспоминаем это событие и в песнопениях, и в богослужениях, и в обычной жизни. То есть до отдания Пасхи, до праздника Вознесения Господня, в течение 40 дней. И особенное торжество – это первая неделя после Пасхи, Светлая Седмица. Что в этот день даже врата царские во всех храмах открыты, чтобы показать, что Господь своим воскрешением открыл всем нам врата Царства Небесного. В этот день весь мир ликует, крестные ходы ходят, вся природа воспевает. Христос в воскресе, воистину воскресе. На этой неделе Пасхальной разделить с нами Пасхальную радость также планирует Владыка Леонид, наш правящий архиерей, епископ Искитимский и Черепановский. Ну а Пасхальная служба традиционно начинается в 12 часов ночи с крестного хода. Ну, скажем так, Пасхальное богослужение особенно тем, что оно начинается вне стен храма. Это символизирует то, что Господь был запечатан в гробе, находился в нем. Так и мы выходим крестным ходом вокруг храма, закрываются двери храма. И символ того, что гроб потом раскрылся, Христос воскрес, является как раз-таки заход верующих в храм после крестного хода, после начала богослужения. Всех вас, дорогие, мы еще раз праздником! Христос воскресе! Воистину воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok